МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами городского телевидения. В студии для вас работает диктор Дмитрий Поличук и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. В Саянске растет число горожан, ищущих работу. Судебные приставы вернули в бюджет 9 миллионов рублей. Управляющие компании призывают жителей города украсить свои дворы к Новому году. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Саянске увеличилось число сокращенных работников, растет и число горожан, ищущих работу. По состоянию на 17 декабря на учете в Саянском центре занятости состоит 370 человек, ищущих работу. Из них 320 человек признаны безработными. Если брать за аналогичный период 2014 года, состояло на учете 328 человек, и уровень безработицы составлял 1,2%. Наблюдается незначительное увеличение численности безработных граждан на 39 человек. Среднеобластной уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3%. Увеличение численности граждан, ищущих работу, на 19 человек. Заявленная работодателем потребность в работниках составляет 583 вакансии. Из них 390 вакансий – иностранная рабочая сила. 37 вакансий составляют врачи. 43 вакансии – это квотированные рабочие места для несовершеннолетних и инвалидов. Актуальных вакансий у нас остается 113. Актуальные вакансии из них с учетом того, что практически 50% – это вакансии с минимальным размером оплаты труда. По-прежнему востребованы врачи, учителя, инженеры, электромонтеры, газосварщики, каменщики, бетонщики. Об высвобождении работников в 2015 году поступили сведения от 47 организаций на 407 человек. В предыдущем году информация о сокращении поступила от 37 организаций на 292 работника. Более 9 миллионов рублей – такова сумма штрафов, взысканных жителей Саяноземинского региона в текущем году. За 11 месяцев 2015 года на исполнении службы судебных приставов Саяноземинского региона находилось более 54 тысяч исполнительных производств, 23 тысячи из которых прекращено. Как показывает статистика, по сравнению с прошлым годом число поступивших исполнительных документов уменьшилось. Происходит снижение поступления исполнительных документов по взысканию штрафов, вынесенных в специально уполномоченных органов. Это на 901 исполнительный документ. По исполнительным документам неимущественного характера снизилось на 73 исполнительных документа. Госпошлина на 1291 исполнительный документ. Также судебным приставам пришлось меньше работать с неплательщиками алиментов, должниками по жилищно-коммунальным платежам и взыскивать ущерб от преступлений. Меж тем, по многим другим категориям исполнительных производств наблюдается увеличение. В частности, по взысканию недоимки по налогам увеличение составило 784 исполнительных производств, по страховым взносам – 615. По взысканию штрафов наложенных судами плюс 396 исполнительных документов. По кредитным платежам физических лиц плюс 748 исполнительных документов. И постановление об административном наказании в виде обязательных работ, у нас такой вид взыскания, плюс 48 исполнительных документов. Работа по взысканию штрафов ориентирована на пополнение бюджетов разных уровней. Всего за 11 месяцев текущего года в работе судебных приставов Саяно-Зиминского региона находилось 28 495 постановлений специально уполномоченных органов. Окончено 14 257 на сумму 9 063 000 рублей. Доминирующую часть исполнительных документов данной категории составляют штрафы органов ГИБДД. Это 15 912 исполнительных документов. Всего было на сумму 12 452 000 рублей. Фактически окончили 9 029 постановлений на сумму 6 377 000 рублей. Сумма взысканий за жилищно-коммунальные услуги составила 30 324 000 рублей. Фактическим исполнением окончено 959 исполнительных производств этой категории, находящихся на исполнении. По взысканию исполнительского сбора доход федерального бюджета перечислено 4 467 000 рублей. Управляющая компания «Уют» объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов. Победители будут награждены денежными призами. В жилых дворах Саянска уже появляются снежные фигуры и горки. К новогодним торжествам горожане стремятся создать праздничное настроение и придумать в украшении своего двора что-то оригинальное и красивое. Тем более, что теперь авторы лучших работ будут награждены весомыми денежными премиями. Управляющая компания «Уют» объявляет о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление дворов. Победители будут награждены денежным призом 8 000 рублей. Обладатели второго места получат 5 000 рублей, третьего – 3 000 рублей. В те годы премии были. В основном-то участвовали наши работники. Где-то жители помогали. Небольшие были премии, но в этом году решили, чтобы более активизировать народ. Новый год, праздник. Хотелось бы, чтобы были дворы красивые. Уже с нетерпением ожидаешь, когда саянские дворы украсят разноцветные огни, оригинальные ледовые инсталляции и, безусловно, каждый захочет сфотографироваться у симпатичных снежных фигур на память. Там учитываться будут фигуры, горка, наличие фигур, горки. Может быть, люди какие-то надписи красивые, может, на подъездах, я не знаю, кто на что гораст. На данный момент уже многие откликнулись. Кто-то просит помощи, кто-то лопатки, кто-то шланги, кто-то помочь залить горку. Не всегда новогодняя рукотворная красота сохраняется надолго. По-прежнему несознательные граждане стремятся разрушить созданное жителями новогоднее оформление. Остается призвать саянцев беречь красоту, что дарит каждому из нас замечательное праздничное настроение. 2 декабря выпускники общеобразовательных школ сдали первый экзамен. Итоговое сочинение, по результатам проверки которого работы 29 саянских 11-классников признаны неудовлетворительными. У выпускников саянских школ в настоящее время проходят пробные экзамены, которые не влияют на итоговую отметку, а служат своеобразной подготовкой к ЕГЭ. Позади же более ответственные испытания. 2 декабря выпускники общеобразовательных школ сдавали первый экзамен, итоговое сочинение. По результатам проверки которого работы 29 саянских 11-классников признаны неудовлетворительными. Выпускников ожидает пересдача. По этому поводу у многих родителей возникает вопрос, а нужна ли ученикам такая дополнительная нагрузка, как сочинение. Литература как предмет долгое время действительно существовала как такая обособленная единица. А экзамен, ну, во-первых, позволяет ребенку научиться обобщать, анализировать относительно себя литературные произведения. И тогда каждая книга, каждый автор не оторван от жизни, а связан с жизнью какими-то проблемами, вечными вопросами, размышлениями о мире, о человеке. Ну вот, например, читал, да, школьную программу по литературе, вот столько лет, из года в год, ну, там, с пятого класса, да, по одиннадцатый. И все вот эти прочитанные произведения, человек может свое понимание их реализовать в сочинении. То есть сочинение, оно, как бы, итог вот всех уроков литературы за все годы. Итоговое сочинение в нынешнем году писал 251 выпускник Саянска. 11-классникам во время проведения экзамена предлагались темы по направлениям, которые ученикам были известны заранее. Я выбрала тему, как художественная литература играет на становление личности человека. Ну, эта тема актуальна для меня, эта тема будет актуальна для всех, потому что, читая, человек воспитывает себя, ну, при помощи того или иного произведения, человек воспитывает в себе какие-то качества. Я бы сказала, что было больше волнительно, чем сложно. Так получилось, что три из пяти тем я уже писала до этого, то есть мы готовились к экзамену, я, в принципе, примерные темы прописывала. Ну, и так получилось, что они попались. Ну, отсидела я все четыре часа, до последнего сидела. Ну, надо сказать, что, в принципе, ну, это не было прямо, что вообще очень сильно сложно. Ну, подумать пришлось, конечно же. В феврале следующего года у выпускников будет шанс переписать сочинение и исправить оценку. Кстати, в прошлом учебном году все 11-классники Саянска получили допуск ЕГЭ, сдав итоговое сочинение. Некоторые писали его не один раз. Несколько часов потребовалось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать мужчину с похищенным оружием. Сотрудники ГИБДД по подозрению в краже оружие задержали ранее судимого жителя районного центра. Полицейские установили, что незадолго до исчезновения ружья потерпевший распивал спиртное в доме своей дочери, которая, как выяснилось позже, забрала ключи от его квартиры и вместе со своим ранее судимым приятелем проникла в квартиру родственника. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции и написал заявление. В отдел полиции обратился 58-летний житель города Саянска, который сообщил, что неизвестный проник в его квартиру и совершил хищение охотничьего оружия, который находился вне специального металлического шкафа. Было установлено, что похитители искали ценные вещи. Не обнаружив денег, злоумышленники похитили охотничье ружье, находящееся вне сейфа. В ходе оперативно-розыксных мероприятий было установлено, что оружие похитил житель города Зимы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в краже задержан, а владелец оружия, привлечен к административной ответственности за нарушение правил хранения огнестрельного оружия. Несколько негосударственных пенсионных фондов в последнее время лишились лицензии. Некоторые из них работали на нашей территории. Это вызвало тревогу у будущих и настоящих пенсионеров Саяназиминского региона. Отделение пенсионного фонда по Иркутской области напоминает, что в настоящее время все негосударственные пенсионные фонды проходят проверку, по итогам которой они будут либо не будут включены в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если негосударственный пенсионный фонд не вошел в систему гарантирования и лишился лицензии по осуществлению деятельности на обязательное пенсионное страхование, то он обязан вернуть реестр граждан и все пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию Пенсионный фонд Российской Федерации. В этом случае этот фонд автоматически не позднее трех месяцев должен вернуть все средства в государственную управляющую компанию в расширенный инвестиционный портфель. Поэтому дополнительно никаких телодвижений застрахованным лицам делать не нужно. В ноябре текущего года лицензии лишились два негосударственных пенсионных фонда, работающих на территории Саяно-Зиминского региона, РЛ и Благоденствие. Сотрудники наркоконтроля изъяли у одного из жителей Зиминского района около 20 килограммов марихуаны. Сотрудниками наркоконтроля в ходе проведенной спецоперации был задержан мужчина, при досмотре у которого изъяли крупную партию наркотиков, который задержан нанес к себе домой, чтобы в дальнейшем, по его словам, употребить. На территории обслуживания Саянского международного органа сотрудниками нашего отдела были задержаны мужчина-женщины, являющиеся сожителями, которые незаконно хранили у себя по месту жительства наркотическое средство марихуана более 19 килограммов. В настоящее время проводится проверка, данные лица будут привлечены к уголовной ответственности. По словам мужчины, ранее он употреблял наркотики опийной синтетической группы, в данный момент перешел на легкий вариант с целью дальнейшего освобождения от зависимости. В ходе проведенной проверки установлено, что мужчина является наркозависимым. Данное наркотическое средство собирал и хранил для собственного употребления. За хранение наркотиков в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Накануне новогодних праздников стартует международный социальный проект «В дом приходит Новый год», цель которого объединить детей всего мира под одной виртуальной крышей. В проекте принимают участие воспитанники Саянской коррекционной школы-интерната. В начале декабря телекомпания АЭС объявила о создании социального проекта «В дом приходит Новый год», в котором решили принять участие сотрудники Саянского телевидения и воспитанники коррекционной школы-интерната. И вот результат. Одна из серий творческого марафона, посвященная Саянску, готова. Новый год, Новый год, ровно в полночь придет. На конце декабря белым снегом. Ночь волшебная сказку с тобой позовет и за нею отправится следом. По замыслу организаторов, местные телеканалы городов Иркутской области, России, Японии, Китая, Монголии и, возможно, других стран снимут по одной серии новогоднего социального марафона, где воспитанники детских домов покажут творческие номера. Каждый выступающий ребенок передаст эстафету добра и счастья следующему. Этот творческий проект объединит ребятишек всего мира под одной виртуальной крышей. А объединяющая сила телевидения сплотит не только области, регионы, страны, но и наши сердца. Пусть на всей нашей планете радостно живет народ. Пусть всегда смеются дети, а не только в Новый год. Саянский пласт – одно из немногих предприятий области, где ведется планомерная профориентационная работа со школьниками, цель которой подготовить для производства компетентные и перспективные будущие кадры. В течение года более тысячи школьников и студентов города посещают музей градообразующего предприятия. Саянский химпласт – одно из немногих предприятий области, на котором вот уже более 20 лет ведется профориентационная работа, цель которой – подготовить для производства молодые, компетентные, перспективные будущие кадры. Саянский химический комбинат – одно из самых передовых предприятий химической отрасли в стране, где применяются современные технологии мирового уровня, эксплуатируется оборудование, изготовленное в Японии, Германии и США. Поэтому, естественно, нужны специалисты с соответствующей подготовкой, то есть грамотные специалисты, молодые специалисты, которые умеют хорошо мыслить, развиваться, которым интересно учиться, осваивать что-то новое. Поэтому, конечно, цель нашей работы в этом и состоит, чтобы сориентировать ребят, чтобы они выбрали востребованные на предприятии профессии и получили достойное образование. Ежегодно музей Саянский химпласт приглашает будущих выпускников городских школ. Для них организуют и экскурсии на предприятия, чтобы ребята увидели воочию масштабы производственного процесса. Девятиклассники гимназии, которые пришли в музей в этот день, уже побывали на производстве. Теперь они узнают об истории химического гиганта, об истоках становления предприятия. Кстати, многие из саянских старшеклассников планируют связать свою судьбу с химической отраслью. Я считаю, что если мы пойдем в физико-химический профиль, то это пригодится вообще в жизни, можно будет проще устроиться на работу, поступить в институт. Для будущих выпускников саянских школ предприятие устраивает экскурсии в базовые учебные заведения саянс-химпласта. Это Иркутский технический университет и Ангарский технический университет. На комбинате действует программа по целевому обучению. С абитуриентом заключается договор, согласно которому будущему студенту сэнс-химпласт платит стипендию во время обучения в ВУЗе, организует прохождение производственной практики и гарантирует трудоустройство. В свою очередь, молодой специалист обязан вернуться на предприятие. Это работает здесь пять лет. Добрые, забавные, оригинальные снеговики представлены на новогодней выставке работ воспитанников детского сада «Брусничка». До наступления самого чудесного и волшебного праздника Нового года осталось совсем немного. И подопечные детского сада «Брусничка» не только с нетерпением ждут торжества, но и вовсю к нему готовятся. Так, более ста семейных работ представлены на предновогодней тематической выставке, главным персонажем которой стал снеговик. Теперь-то мы точно знаем, где поселились самые модные, добрые, очаровательные и веселые снеговики. Снеговик Кован, я помогала маме с дедом, он из мультика «Холодного сердца». Я на улице была и собирала веточки для него, для волосиков и для ручек. Мой снеговик больше всех приносит конфетки мне и всем остальным, когда мы все засыпаем. Столь замечательные поделки – итог семейного творчества. Родители совместно со своими детьми изготавливают поделки, придумывают, фантазируют. И очень приятно, когда мы видим результат и когда большое количество работ. Это говорит о том, что наши родители отзывчивые, а воспитанники заинтересованные и творческие ребята. Лучшие снеговики-2016 будут размещены на сайте дошкольного учреждения, а авторы работ награждены. Городской камерный народный хор «Санктус» достойно выступил на конкурсе «Поющая Россия». Городской народный камерный хор «Санктус» вернулся с 8-го Всероссийского конкурса академических хоров и вокальных ансамблей «Поющая Россия», первый тур которого проходил в городе Томске. Мы на таких серьезных конкурсах впервые принимали участие. В основном, конечно, у нас была рождественская звезда. Это город Братск, в который мы уже заняли все, что можно было занять. Поэтому вот решились на такой серьезный шаг и отважились на такую поездку. Среди 20 участников «Санктус» занял почетное третье место. Это большое достижение, тем более, что второго места на конкурсе не присудили никому. Было одно первое место и два третьих. Мы поделили третье место с женским хором музыкального колледжа имени Эдисона Денисова. Все соответствующие требованиям конкурса композиции в репертуаре «Санктуса» уже были. Оставалось только довести их до совершенства. Должны были прозвучать четыре произведения. Первое произведение – это русская духовная музыка XIX века. Затем зарубежная музыка, то есть какое-то произведение зарубежного композитора. Обработка народной песни и произведение современного композитора. Еще неизвестно, пройдет ли наш «Санктус» в следующий тур конкурса. Но коллектив бесспорно этого достоин. В конном дворике Саянска живут не только лошади. Там обитают еще и дикие пернатые. По воле судьбы попали в добрые человеческие руки. В Саянском конном дворике живут не только лошадки, но и другие питомцы. Крысы, морские свинки, хорьки, а еще дикие птицы. У нас живет орел-беркут. Его подкинули на конный двор. На забор посадили. И он у нас ходил по конному дворику. Получается, у него перебито крыло. Такие орлы живут очень долго – до 300 лет. Очень сложны в содержании, так как питаются только сырым мясом. Поэтому после того, как птица снова сможет летать, его выпустят на волю. Пока же волонтер Валерия занимается с птичкой специальной зарядкой, чтобы орел не потерял формы. Кстати, его можно спокойно погладить. Он не пытается спрятаться и не нападает на человека. Еще здесь живет сокол-пустельга, которую конный дворик получил в подарок от зоомагазина. Она – самый долгоживущий в зооуголке дикий питомец. Здесь живет несколько лет. Есть в конном дворике и еще одна пернатая особа. Это настоящая дама с характером. Сойка, получается, ее в лесу поймала собака. Пожеванная тоже была, отходила у нас несколько дней. Ну, она выжила и сейчас вот она очень недоверчивая. Пока она не идет на контакт с людьми, ухаживающими за ней. Кстати, познакомиться с этими дикими птичками и даже помочь с кормом может любой желающий. Конный дворик всегда рад гостям. Сегодня сотрудники уголовно-исполнительной системы отметили 45-летний юбилей своего спецучреждения. Сегодня во Дворце культуры юность прошло мероприятие, посвященное 45-летию со дня образования исправительного учреждения номер 8. Творческие коллективы города устроили настоящий праздничный концерт. На протяжении нескольких часов для собравшихся звучали песни, исполнялись танцевальные номера, юбилярам посвящали стихи и теплые слова благодарности. Специфика работы требует от вас особых качеств характера, высокого уровня подготовки и умения действовать в экстремальных обстоятельствах. Уверен, верность присяге, следование славным традициям, заложенным ветеранами, ответственность и профессионализм будут залогом дальнейшего успешного выполнения стоящих перед вами служебных задач. На протяжении всего праздника наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам, внесшим весомый клад в развитие уголовно-исполнительной системы, вручались юбилейные и ведомственные медали, а также почетные грамоты. Таких незабываемых дней, как этот, у нас немного отметил в своем выступлении начальник колонии подполковник Гамлет Айвазян. Сегодняшний день 45 лет, это ни о чем не значит, мы такие молодые, все красивые. Поздравляю вас с праздником, с юбилеем, пожелаю вам и вашим семьям, в первую очередь, сибирского здоровья, боевой служебной и оперативной деятельности, успехов, чтобы не стоять на одном месте, двигаться только вперед. Этот праздник для всех надолго останется в памяти, а впереди новые трудовые будни задачи, остались те же самые охрана общественного порядка от различных преступных посягательств, исправление нарушивших закон людей с целью вернуть их в общество полноценными гражданами. Сегодня в нашей рубрике «Люди говорят», саянцы делятся своими мыслями по поводу звуковой рекламы, которая существует в нашем городе. Ну, а я с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, берегите себя, а самое главное, будьте счастливы. Здравствуйте, реклама «Двигатель торговли». И сейчас видов информирования населения о товарах и услугах появилось очень много. Реклама в интернете, по телевидению, в газете и так далее. В последнее время у предпринимателей пользуется спросом звуковая реклама на улицах города. А вот как к ней относятся жители Саянска, сейчас узнаем. У нас сейчас на магазинах очень много рекламы. Как вы к ней вообще относитесь? Считаете, есть ли от нее эффект или нет? Мне кажется, есть, но 50 на 50. Это нормально. А вам она мешает? Нет, нисколько. Вообще не мешает. Нормально. Мы далеко же, нам не мешает. Ну, мне лично нет. Даже иногда и послушаешь что-то интересное. А обращались хоть раз в фирмы, которые рекламируют себя? Ну, да. Было, обращалась. Вот именно по звуковой рекламе? Да. Обращалась. Ну, в принципе, она мне не мешает. Мне некоторые жалуются, кто там работает в основном. Да, в принципе, нормально. Нормально я отношусь к этому. Не мешает? Нет, мне не мешает. Может, кому-то и полезное. А эффективность ее как оценить вообще? Да я думаю, никак. Отрицательная. Даже не слышишь, что говоришь. И пока заодно и то же. Годят эти песни, какие-то орут как сумасшедшие. Я считаю, убрать ее нужно. Ну, как относимся? Кому нравится, а кому и ед. Да нормально. Я как-то особо не вникаю в это дело. Что нужно? Беру внимание, что не нужно. А хоть раз обращались в фирмы, которые рекламируют себя? Ну, да. Именно по звуковой рекламе? Да. Ну, мне как-то она не мешает. Нормально. Потому что мы мимо проходим. А если бы жили, может, и мешало бы. А так, наоборот, настроение поднимает. Весело, хорошо. Иногда даже потанцевать охота. А с жителем, возможно. Ну, и все равно как бы задумываешься, а кого другим? Да, да. А с жителем, возможно. Я вот про это не могу сказать. Положительно. Не мешает? Ну, мне нет. Живу в таком районе, что реклама далеко от меня. Так нет. В принципе, меня она не раздражает. Где-то что-то послушаю, там, какую-то информацию для себя подчеркнула, пошла дальше. А эффективность есть у нее какая-то? Да, я думаю, что есть. Тот, кто воспринимает информацию, он примет к сведению. Да я в квартире сижу, он закрылся, да и все. Да я не знаю. Нет, не мешает. У нас нету там во дворе. Это нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова